Из Хасанского района Николай вернулся сегодня ночью. Был в потопленных поселках Барабаш из-за Надворовки. Вместе с другими волонтерами отвозил гуманитарную помощь. Мы были поздно ночью. В тот момент, когда вода с дороги, с трассы уже ушла, на самом деле в тот момент было крайне сложно сказать постороннему человеку о том, что действительно был потоп. Однако, когда отходишь немного от трассы, то действительно видишь населенные пункты полностью в воде, видишь, что вода доходила до пояса, до колена. Все самые необходимые вещи и продукты, а в первую очередь воду, газовые горелки и хлеб, сегодня собирают уже все жители Владивостока. Пункты приема по всему городу. Причем это абсолютно частная инициатива. Например, консервы, туалетную бумагу, салфетки. Также у нас есть дети, которым приносят памперсы, детское питание, одеялки, одежда, печенье, больше всего чая. Также одноразовую посуду, приносят крупы, воду. Движение по автомобильной дороге «Раздольная Хасан» уже открыто. Временные переправы на месте мостов установлены, однако мобильной связи и электричества от Филипповки до Барабаша до сих пор нет. Движение до Славянки сейчас организовано по временной схеме. В настоящий момент продолжается восстановление земляного полотна в местах размыва дороги. Идет отсыпка скального грунта. Задействовано более 30 единиц техники, сообщили в Примавтодоре. Режим ЧС в Приморском крае введен 7 августа. Из-за обильных осадков в зоне стихии оказались больше 30 населенных пунктов. Всего в результате паводка пострадали 5 муниципальных образований. У Сурийский городской округ, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский и Хасанские районы подтоплены не меньше 2000 домов. Есть сведения о пропавших. По данным МЧС спасено 155 человек, в том числе 21 ребенок. Больше 300 пострадавших эвакуировано. Помощь населения оказывают профессиональные спасатели и пожарные. Валерий Белоуст, Анислав Лазебный. Новости на Восьмом.